Субтитры создавал DimaTorzok У нас все записывается и выставляется. Субтитры создавал DimaTorzok Но насколько я его изучаю, мне практически не встречалось Или может быть я невнимательно смотрел что-либо о прелести, о духовной прелести Хотя святые отцы об этом много говорят Вот в ваших роликах я как-то еще это не успел услышать Может быть не все посмотрел Что это такое, чем она опасна И как с ней в общем можно бороться Ну как, вот давайте по порядку посмотрим Числа 25-18, это первое Ибо они враждебно поступили с вами В коварстве своем Прессил вас фигурам То есть представляли что-то кажущееся хорошим И этим богом фигурам И хазовой дочерью начальника То есть они понимали Израиль непобедимый, идет война У врага тысячи погибает У них ни одного И нашелся человек, который сказал Они не грешат, поэтому Бог за них Нужно сделать, чтобы согрешили А как согрешили? Человек, если пренебрегает золото, его не возьмешь А в молодости Очень сильный грех действует Это плоское похотение И они решили Выставить своих красавиц Около шатров Ну а прежде чем к ней зайти Она бесплатная Просто на это ее отозвали И богатые, и бедные там вышли Для богатых Богатая княжна вышла Чтобы переспать с ним Но вот рядом лежит мясо, кусок Положи на жертвенника и заходи То есть это поклонение уже другому богу Богу фигурам И вот Хазова, дочь начальника Мадиамска Паша на это И убитого в день поражения фигура Когда наступило время расчета Их убили Когда случилось, что они плакали Народ израильский О поражении народа В это время сын князя Заходит тоже к княжне того народа Но один только человек Встал с молитвы Взял копье Вошел в шатер И одним ударом пронзил обоих И сразу же раздался ему голос Этот удар вовек не забудется Благословен то у бога И поражение народа прекратилось Каждый день были десятки, сотни трупов Больше бог никого не убивал Все перестали, стали бояться Вот это прещение То есть что-то кажущееся хорошим Вот Второзаконие 4.19 Дабы ты взглянул на небо и увидев солнце, луну и звезды И все воинство небесное Не престился И не поклонился им То есть это одно значение слова Прещение Сегодня его употребляют в основном это монахи Что бы ни сказал Прелесть Это у них как жупел, которым ударить Прелесть Вот везде у них все прелесть А что прелесть? Ты подумал о себе много что-то Тебе это не открыто Ты сам на себя взял То есть смысл вкладывает такой Я темный и ты должен быть темным Но еще лучше, если ты позади будешь идти И не дай бог станешь со мной рядом Они тебя словом прелесть сразу закроют С 3.23.3 говорит так Лакомое яство, не прещайся Это обманчивая пища Когда у нехорошего человека в гостях Он тебя будет угощать Давай ничего не бери, не садись за стол Но сегодня слово прелесть совершенно другое значение дает Именно, ну допустим, посмотрим Евангелие от Марка Отвечаем 13.5 Иисус начал говорить Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас Не обманул Не подверг этому прещению То есть вы вместо Бога не избрали еще что-то Прямое значение А так в том значении, как сегодня Ну я просто нигде не нахожу этого Вот 2 Коринфянам 11.3 Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прерстил Еву Так и ваши умы не повредились Уклонившись от простоты во Христе Когда начинают накручивать, придумывать что-то Но это уже от кого-то А сегодня прелестью называется Любое проявление жизни Ой, это прелесть А как вот ты молился И тебе Бог отвечает Они этого не знают Это прелесть, ты в прелести Что бы ни было То есть живая связь с Богом прервана Это не прелесть Все перевернул сатана И поэтому Однажды нужно сказать Что пользуется этим слово неправильно Как сейчас Ты сектант Я сказал, нужно слова говорить Понятные А ты сектанты Что бы ни сказал Не согласен с генеральным курсом сатаны Ты уже все в прелести Ты сектант А он сам давно осекся от церкви Этот человек знать ничего не знает Их не надо бояться Вот сегодня у нас 17 мая 2015 года Ну вот я приехал Сейчас только из деревни К нам приезжал Местный архиерей Епископ Сергий Иванников Он епископ Но сейчас нашу епархию Разбили на три части А он будет как главный Видимо митрополитом будет И вот теперь люди увидят Как он у нас был Как служил Он на дороге остановился Благословлял А я в это время вышел Вот так руки раскинул Ой, Игнать идет Обнимает, целует Ну люди это видят Если я еретик А он со мной лапзается Служит С одной чаши причащается Его надо сразу убирать А его готовятся уже В митрополиты Ну народ-то дурной Он думает Меня назовет еретиком И я испугаюсь Нисколько Я понимаю Его никто Незаслуженное проклятие не сбудется Я знаю Что такое ересь Я сугубо православный Как меня архиерей наш называл Я боюсь нарушить единое правило А у них 14-13 каждый день нарушаются Они ничего не видят Это в прелести Вот оделись по форме Как должны Я вас попрошу одно дело У вас пуговица Растегнуты? Да А ну-ка застегнуть Попробуйте Это масоны придумали Или в галстуке Или расстегнуты Старайтесь больше Никогда не расстегивать Вот смотрите как Вот я вышел из армии 50 лет назад Такой остался А зачем? О! Вы сразу как собранный Целенаправленный Спасибо Когда я что-то делаю Замечание Вы сначала рассмотрите Прежде чем отвергать Вот вам ответ Не бойтесь этого слова Ну а на самом деле Бывает что прелещенное? Бывает Бывает Это особенно существует Много у монахов Они в прелести Вот ему явился Вот он видел Они контактерами Делаются Делаются Это житие Святого Антония Великого Макария Там многократное У Лариона Это было Великого То есть Это настоящая прелесть В том понимании В котором она может Приемлемо быть Ими Но они это Перекладывают на тебя А ты не бойся Не смущайся Ну сказал и сказал Говорит Брай на вороту Не виснет А ты свое дело делай И у нас Он приехал 14 человек Из воскресной школы Ну это Не ребятишки Невесты настоящие Одеты были не так Мы только подсказали Все Все по форме оделись Ребята все Под поисками Их 6 ребят И 8 девчат А архиерей приехал И при нем Даже с ним Которые приехали Мы сразу сделали Замещание Одели по форме А то нельзя Они не могут Ничего делать А на один день Приехали На один день Я их остановил Идут ребята Растегнутые Я их остановил Семинаристы А почему растегнутые Застегнутые Сразу все застегнули Все Вопросов вообще нет Никаких Это просто Мы распустехать живем Сами ничего не делаем Боимся Подсказать человеку Вот вы увидите Когда мы выстоим Я сейчас пока Обрабатываю И потом буду Конвертировать Отсылать И там уже составят Удивительно как Но я щтец И имею право Хода в алтарь И я первый раз Зашел И при архиере Снял все Что там в алтаре делается Это красота Просто надо Увидеть Однажды Обычно Вот так Когда крестятся Вот так Вот эту руку Куда-то Суют подмышку А этот Вот так Все крестится Как надо Возгласы Ну просто Прекрасно И мы сидим За столом Когда И я ему Все это Высказал Он еще смеялся Сидел Прощаемся Он говорит Благословите На дорогу нас Я говорю Повторите Еще сказали Мы должны Благословлять Других Еще там нет Это законно То есть Как Пожелайте нам Благо Благо Славить Слово-то составное Это все В роликах А эти Которые хули от нас Называют Разными Дурными именами Они изменятся Нет Не изменятся Они на Христа Подыскивались Эти люди Ты князилой Князя Бесовского Вильзиула Что Христос Связан с Сатаною То есть Это безумие Это их дети Ничего нету А если тебя Все хвалят Горе вам Христос Говорит А он поносит Я еще вот Остую Иначе бы я был Мертв Меня бы они Не заметили А они Замещают Каждый мой шаг Они подсматривают Значит Я дело делаю А они Ничего не могут Показать Мы находимся Далеко В едином месте Еще земля Не просохла Ехать намного дальше И архиерей Едет со свитой Со священниками Зачем? И когда Произносят Екатинеи То говорят Патриарха Святейшего Кирилла И там Преблагословеннейшего Митрополита Илариона Первосвятителя Русской Православной Церкви За границей То есть Он полным щином Называет Мы не относимся К московской Патриархии И они считают Это А другие Еще не знают Это А вы не признаете Как не признаете Когда они у нас Служат И он уже только Этот новый архиерей Уже третий раз Приехал Вот и весь сказ У нас документы Вот Понятно Еще можно Следующий вопрос Давай Такой чисто Житийский Вот как По канонам Соблюдать Пост Среду и пятницу Будет правильно Рыба разрешена Или нет Я вам Под этим роликом Когда выставлю Это большой материал О посте Называется Книга есть такая К истинному православию Вы не сказали Вам не вы Мы книги Это уже вам выслали Ага Большое спасибо Но потом Вы подойдите К Юрию И спросите Я ему Высылал Несколько экземпляров Там В книге В нашей Это есть Там сказано Какие среды Нужно Можно рыбу есть А в какие Только растительное масло А в какое Ничего нельзя Из этого Понятно Это церковь установила И мне не надо Решать на другое время Церковь установила Как Феофан Затворник говорит Все эти прихоти Бросить надо Я православный Понимаете Щетко ясно Я православный Поэтому все каноны Легли на меня И мне это в радость Все посты для меня Я исполняю с радостью Не надо крутить Православное Нам положено Пить Блудить Все это Придумали Какое Это не православие А то псевдо Православие Просто нет Никакой веры У людей А церковь Эти каноны Дала Чтобы меня сжать Павел говорит Смиряя и порабощая Тело мое Чтобы проповедовать Другим Самому не оказаться Недостойным И все Его надо порабощать Это раба Тело мое Рабыня Его надо Давить и давить Почему оно Походствует Понятно Так Ну Пока у меня все Вот такие вопросы были На сегодняшний день Хорошо Большое спасибо Храни Господь Вот как получите книги Две-три фотографии С книгами И сразу мне выставите Да я в курсе Я обязательно вам отправлю их Да Ну а если что У Юрия все мои книги Все 38 книг Да он говорил Апанат Говорил все У нас очень хорошее отношение С ним Он грамотный такой человек Все Тогда отходите Во славу Божию До свидания До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok